приступим крою деталь нашей юбки будем кроить две детали по отдельности я беру ткань раскладываю в один слой у меня получается поперечная и долевая вот я разложил ткань у меня естественно лежит не перекошено не перекручено вот здесь у меня поперечная здесь у меня долевая вот здесь боковой шов и здесь боковой шов здесь линия низа здесь линия талии здесь нужно оставить три сантиметра здесь три сантиметра здесь один сантиметр чтобы пояс обработать я беру ножницы и вырезаю устанавливаю насечки вот начало бокового начала бокового шва по линии низа я тоже один сантиметр оставлю готова убираем выкройку раскладываем ткань и будем край еще одну такую деталь я разложил здесь три сантиметра у меня там три сантиметра я оставлю здесь сантиметр вот у меня не позволяет площадь это все разложить я вот вам показывает двухметровая ткань вот она я эту выкройку вот сюда приложил вот это все в масштабе а эту выкройку я вот сюда приложил вот так вот вот видите вот вот так вот вы можете сделать скриншот и прикрой на него смотреть и также на полу у себя разложить выкройки либо кроите отдельно как я это абсолютно несложно потому что вот этот край и долевая они совпадают и все остальное получается ровно но вы сейчас видите на практике как я это все сделал в принципе это несложно все вырезаю 3311 теперь наша задача притачать потайную молнию у меня здесь есть разные потайные молнии так как я буду с лицевой стороны притачивать я возьму немножко по цвету чтобы она отличалась чтобы вам было хорошо видно в учебных целях также под роликом ссылка есть там ролик от моей мамы так как я потус на портной у меня мама практик шитья и преподаватель шитья хороший ролик про притачивание потайной молнии также 80 процентов из вас уже притачивали или видели как ее притачивать 15 лет назад я опубликовал ролик в интернете как притачивать потайную молнию но сейчас я тоже покажу переходим к швейной машине очень близко смотрим как притачать потайную молнию я обычно потайную молнию притачиваю вот такой вот лапкой она продается магазинах рукоделия где нитки иголки откручиваю вот этот вот винт вынимаю старую лапку подставляю сюда и закручиваю ко многим швейным машинам подходит я пользуюсь уже вот с момента появления потайных молний вот этой лапкой закручиваю и смотрите вот иголка она двигается у многих швейных машин вот видите раз 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 двигается вот и у этой лапки тоже двигается вот здесь сзади тоже есть такое вот откручивающее устройство тоже видите лапка двигается вот вы должны так подвинуть чтобы иголка и край лапки они были на одном уровне и тогда строчка будет прямо у зубчиков вот видите у меня на одном уровне получилось здесь вот иголка и край лапки у молнии есть здесь бегунок и вот верхние ограничители я вот так вот складываю молнию и здесь устанавливаю надсечку вот здесь вот прям у бегунка вот видите на одном уровне раскрываю молнию я беру наши детали юбки здесь мне нужна лицевая сторона беру нашу швейную машину у меня здесь иголка вот я вам просто показывал чтобы вам было хорошо видно да вот в она идет здесь по краю лапки а теперь она должна идти у меня вот по этой мукраю лапки либо вы откручу так регулируете если так она не регулируется то откручиваем опять сзади вот этот механизм и двигаем иголку так чтобы вот она вот здесь очутилась вот прям у края лапки вот вот так вот и закручиваю почему я так долго про это рассказываю за 15 лет я уже много раз это показывал но все равно зрители роликов почему-то каждый раз испытывают вот проблемы вот видите она должна идти прям по линеечке вот так вот приложите сюда что-то ровное чтобы было ровно вот здесь вот и очень хорошо закрутить и берем здесь линия талии и лицевая сторона подкладываю вот это у меня боковой шов вот это вот здесь наверху линия талии это лицевая сторона я беру молнию я беру молнию и здесь у меня тоже есть на молнии лицевая сторона это вот где у меня вот зубчиков не видно с изнанки видно с лица не видно раскрываю подкладываю лицевой стороной на лицевую сторону зубчики у меня должны смотреть в сторону юбки вот эти вот припуски тесьма смотреть на припуски юбки а верхняя вот эта птичка которому надрезали она должна совпасть с верхним краем ткани вот значит вот я двигаю до такого при до такого предела чтобы здесь совпало а зубчики должны став последний бокового шва вот направление мы тоже устанавливали надсечку либо начертите мелом 3 сантиметра от среза теперь здесь я делаю закрепку период назад и смотрите вот я когда строчу строчу я еще руками вот так вот раскрываю вот так вот зубчики и прокладываю строчку прям возле зубчиков прям возле зубчиков чем ближе вы прострочите возле зубчиков тем она будет у вас под потайной эффект больше вот строчим дострочили вот до нижнего ограничителя бегунка молнии закрепили теперь нужно проверить обрезаем нитки вот прям вот здесь и здесь если вы их не обрежете они могут попасть между бегунком и молния поломается вот проверяем не заехали ли мы на зубчики пока вот не нужно пришивать вторую вот все прекрасно раскрывается закрывается у нас есть с вами вторая половинка юбки это линия талии это боковые швы мы берем вот мы с вами здесь при точале это боковой шов нужно приложить так чтобы лицо с лицом нам нужно определить где наш боковой шов который именно для вот этого нашей для этой нашей работы вот он где по потому что если вы тот боковой шов приложите получится что у вас будет две стороны на лицо это неправильно тоже вот многие ошибаются нужно вот так приложить всегда вот запомните что в 90 процентов случаев всегда лицо с лицом значит вот сюда надо приточать давайте вот так их закрепим здесь пальчиками вот и подложим под лапку швейной машины и что мы видим у нас зубчики с этой стороны а иголка у нас с этой стороны лапки значит мы просто элементарно должны подвинуть как я вам уже показывал я откручиваю двигаю прикручиваю и теперь у меня здесь иголка с этой стороны подкладываю обязательно надсечка должна вот здесь совпасть которую мы устанавливали вот вы можете сначала наметать конечно молнию вот закрепляем но я как-то вот делаю без наметки делаю без предварительной строчки вот раскрываю и строчу вот моя задача показать ученикам что здесь перфекционизмом не надо заниматься чтобы сшить простую юбку просто аккуратно надо делать и просто а уже если вы хотите тут можете делать по-своему вот аккуратно контролируем вот такими короткими перебежками и опять до нижнего бегунка все достаточно вот опять как я уже говорил обрезаем здесь и сверху и проверяем так закрывается до прекрасно закрывается мы на зубчики не заехали теперь мы складываем таким образом вот лицо с лицом и будем строчить вот где у нас закончилась вот эта строчка чуть выше на сантиметр на сантиметр выше этой строчки опять таки вот иголка теперь у меня с другой стороны поэтому я беру двигаю я специально вам показываю много раз чтобы вы видели видите это не сложно все быстро делается поэтому приноровиться надо и все будете делать уже не испытывая никаких затруднений вот так вот складываем и подкладываем и видите лапка она сама двигает сюда вот прям у молнии вот так опускаем опять все это дело распределяем вот здесь опять контролируем чтоб все было прекрасно вот чтобы не было здесь складочки вот сначала рукой а потом вниз поехали и до линии низа на этом этапе можно лапку поменять на обыкновенную здесь вот все совпало все прекрасно здесь обрезаем а вот эти нитки у молнии вот за одну ниточку тянем вторая ниточка сюда вот так вот вылезает вот видите и завязываем три раза здесь нельзя делать закрепку вы можете порвать здесь ткань прорезать иголкой потому что там молния натянута она у зубчиков ткань не нужно ее прорезать иголкой вот так раз два три все обрезаем и получается что мы с вами притачали потайную молнию вот вот так она у нас получилось видите вот я всегда оставляю три сантиметра припуск для молнии а здесь вы можете уже срезать оверлоком затем при оверложивании второй боковой шов я подкладываю под лапку швейной машины совмещая надсечки лапка у меня уже обыкновенная здесь вот вы можете наметать или заколоть булавками но я вот буду строчить потому что у меня здесь кромка она держит шов строчить надо натягивая от себя и к себе здесь вот никогда не старайтесь подтянуть чтобы было прям все идеально у вас тогда шов будет волнами идти собираться вот в складочки вот естественно строчите вот он хочешь не хочешь получается ровно здесь и вот здесь я рекомендую не закреплять видите машинка все равно немножко собирает вот потом после того как я прокладываю строчку и наверху же я закрепил я вот так беру и ногтем большого пальца я вот так вот все это сгоняю даже если у меня хорошо настроенная машинка я растягиваю шов все равно видите вот эти вот излишки они потом создадут вам на лицевой стороне как будто вот корова прожевала этот шов и вы ни с чем уже не сможете вот этот утюг гладит портной гадит или там какие-то еще пословицы вот не надо ничего гадить вот так делаем и никакой уже даже утюг уже не требуется все прекрасный шов получился мы с вами обработали оба боковых шва здесь у нас линия талии обработать можно различными способами внутренним поясом обыкновенным поясом кособейкой поясом в один сантиметр под роликом есть ссылка на уроке там есть урок про внутренний пояс там есть урок как классический пояс прекрасно проклеить клеевой оттянуть по всем правилам и 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